Продолжение следует... Этот шаблон был отвратительный, там была ошибка на ошибке, вот, поэтому я его полностью переписал и об этом писал в чатике, так что здесь вот, когда будут ссылки на репозиторий с примером, вот это правильный репозиторий с примером, вот, надо, кстати, в дамочном задании поправить, давайте я сейчас поправлю, а то же люди же видят же, это же неправильно же. Вот, значит, вот это правильное, как бы переписанный мною нуля проект, который использует тестирование, вот, я постарался все, что нужно вложить в комментарии к этому проекту, и вот те неудачи, которые у нас подстерегали в прошлый раз, в этот раз можно... Ну, надеюсь, они вас... мы с ними не встретимся. Вот, если вдруг хочется, чтобы этот кусочек в прошлый раз неудачный я перезаписал, могу перезаписать, просто сейчас у меня на этот ресурс нет. Давайте приходите в чатик, там обсудим это. Это возможно. У меня была такая мысль, просто пока она нереализуема. А у нас сегодня другой разговор. У нас разговор про интернационализацию и локализацию. И это, в общем, довольно интересная тема, связанная с тем, что программы надо адаптировать к условиям стран, языков и культур. И сразу хочу сказать, что разговор у нас в основном будет про перевод, но в действительности перевод является не самой большой частью подготовки вашего программного продукта к такого рода приключениям. Потому что помимо перевода, ну, скажем так, представьте себе, что эту программу запускает человек, который живет в другой стране, разговаривает на другом языке, и еще у него какой-то другой культурный фон вакуум. Понятное дело, что надо переводить все сообщения, которые были у вас в программе, чтобы она ругалась на другом языке. В частности, при переводе сообщений выясняется, что в разных падежах и в разных формах слова имеют разный вид. И в разных языках они это делают по-разному. В русском языке много падежей в английском, мало падежей. В русском языке три множественные словоформы. В английском две. А иногда считается, что в русском языке четыре множественные словоформы, когда не указывается и один. Смотрите, вот три словоформы. Один кадр, два кадра, три кадра. Нет, это все кадры. А, да, четыре кадра, пять кадров. Шесть кадров. Двадцать один кадр. Двадцать два кадра. Ну и так дальше. То есть, три словоформы используются в русском языке. И иногда говорят, что их четыре, если вдруг мы хотим, чтобы в наших диагностиках не выводилось число один, если число это равно один. Двадцать один кадр, да, там, подвиньте на двадцать один кадр сообщение. Или сообщение подвиньте на кадр, а единичку при этом не выводится. Вот. То есть, когда мы переводим словоформы, у них бывают очень разные. Очень разные содержимые. Дальше. Вообще говоря, вам придется подумать о смене оформления интерфейсных элементов. Потому что, например, есть языки, в которых справа налево все пишется. Есть языки, в которых все пишется с лево-направо. Есть даже которые сверху вниз. Но это отдельный случай. Видимо, под сверху вниз монголам придется потерпеть. Вот. Есть изображения, на которых, между прочим, бывают надписи. Да. И, возможно, надписи на изображениях стоит переводить тоже. А еще там бывают, ну, например, дорожные знаки, которые в разных странах разные. Вот. А еще там бывают какие-нибудь, какая-нибудь культурная атрибуция, какие-нибудь, не знаю, там, знаменитости. Вот это все. А еще бывают у вас управляющие клавиши. То есть, когда вы нажимаете там Ctrl что-нибудь, да. Вот. И они тоже, возможно, их стоит переводить на какой-то язык, да. Потому что там нажмите Ctrl W, чтобы записать. Ну, это такое себе. Мало того, в действительности под адаптацией к языковым и предпочтениям стран относятся не только, не только, собственно, содержимое языка, но и формы представления различных величий. Например, чисел. Ну, например, у нас по ГОСТу в российской локале разделителем в дробный и веществ, и целой и дробной части в веществном числе является запятая. А не только у нас, кстати. В датском, кажется, еще. А где-то точка. Вот. Или, допустим, у нас деньги рубли, а где-то не рубли. Вот. Ну и так дальше. Вот командочка Locale, она выводит все возможные отдельные параметры локали, которые имеют смысл настраивать, когда вы, как пользователи, пользуетесь этим делом. Ну и, соответственно, предусматривать, когда вы, как программист, пишете программу. В частности, мы будем работать вот с этим. Когда мы говорим про перевод сообщений, мы говорим про вот эту составляющую. ЛЦ и Месседжес. Вот. Что еще требуется продумывать, когда вы хотите, чтобы ваша программа работала не только там, по-американски или не только по-русски. Ссылки на какие-то внешние ресурсы, например, техподдержка, телефоны, еще что-то. Вот. И иногда еще шрифты, особенно если эти шрифты вы сами дизайнеры, но потому что, допустим, это какая-то игра. Вот такая очень частая, типичная ситуация для локализации, да, там берешь игру на английском языке, а там какие-то ужасные, ужасно красивые эльфийские шрифты. Берешь их дешевую локализацию, там фигак и обычным ареалом, значит, все шлеп, шлеп, шлеп. Вот. То есть, часто бывает нужно еще и арт переделывать к вашим продуктам. Вот такой фронт работ стоит перед человеком, который собирается локализовать свое ПО, да. Но мы всем этим, разумеется, заниматься в течение лекции не будем, иначе мы обалдеем. Ну, просто не успеем. Вот. А, да, я забыл сказать, что еще есть что-то, не являющейся программой, которую тоже нужно переводить, локализовывать и так далее. Бумажные, раздатки, шаблоны, документация, которая не программируется, не генерится, а прямо так лежит. Да, вот это все тоже надо переводить. В этом всем деле, вот тут я говорю немножко с чужих слов, что знаю. Есть несколько таких устоявшихся шаблонов поведения инструментов, которые могут переводчику или команде переводчиков помочь. Мы с вами не будем заниматься, собственно, переводом, то есть не будем работать переводчиками, а перевод у нас будет очень такой акцентентальный. Поэтому эта тема, ее стоит только запомнить, ну, как бы упомянусь, но трогать ее мы не будем. Самая главная идея – это некоторая штука, которая называется память перевода. Память перевода – это ситуация, когда некий текст, особенно она важна для технических текстов, а мы с вами, поскольку говорим про программный продукт, он, конечно, его тексты по большей части технические. Память перевода – это ситуация, когда некоторые сообщения, в точности такой уже, или очень похожие, уже один раз переводилось, и уже в нем использовалась какая-то терминология. И когда вы переводите это сообщение в следующий раз, ну, во-первых, конечно, вам облегчит жизнь, знание, а то и прямая автоматическая подстановка этого перевода в качестве примера того, как надо переводить это сообщение. Вот, ну, реально так удобнее. Во-вторых, тем самым вы избежите неразберихи в терминологии, особенно если над проектом работает команда переводчиков, да, и им надо что-то делать вместе, какой-то общий словарь вести, договориться о том, как будете переводить такую вещь, сякую вещь. Вот. Дальше больше. Иногда хочется представлять хотя бы примерно, как переводится что-то, если это что-то, примерно похожее на это, когда-то переводилось. То есть, понятное дело, что если у вас написано что-нибудь типа open-image файл, а, значит, потом вы пытаетесь переводить сообщение open-imaginary файл, то, наверное, это все-таки разные утверждения, и надо по-разному их переводить. Но open и файл одни и те же. Фраза, пожалуйста, откройте, или откройте, или откроем, или открыть, да, она тоже зависит от того, в каком контексте она встречается, и в разных контекстах перевод по-разному. И было бы удобно, если вам приезжала фраза в той форме, в которой она есть, даже если перевод, в общем, нечеткий. То есть, на самом деле, все знают, что то, что вам предлагается в качестве перевода, это не перевод, а просто что-то похожее. Вот ориентироваться на структуру фразы, нечеткого перевода, тоже очень удобно. Вот такие инструменты. Ну, там еще есть всякие более хитрые инструменты групповой работы и так дальше. Но это мы отклоняемся в область именно работы команды переводчиков, а мы сейчас не про это. Надо сказать, что у перевода, как у, именно у перевода, да, мы сейчас вот всю локализацию пока отставляем в сторону, потому что мы не можем ей заниматься всей. Занимаемся пока только переводом сообщений, конкретно LC-мессенджерс. Вот, у перевода, как у концепции организации программного продукта, есть еще один термин, ну, собственно, их два, да. Термин локализация и термин интернационализация. Вот если вы видите слово I18N, это на самом деле интернационализацию. Если вы видите слово L10N, это локализацию. Есть еще что-то такое 15N, я забыл, что это. Но неважно. Интернационализация, это приведение вашего программного продукта в состояние, когда его вообще можно, там, на что-то, как бы, как вообще можно локализовать. Вот. Ну, например, ваша программа вообще знает о существовании более чем одного языка и умеет в зависимости от чего-то выбирать этот более чем один язык, соответствующий там текущей локали. Хотя бы так. Или у вас есть процедура вывода сообщений на экран, и эта процедура чувствительна к локали, и в зависимости от ее значения выводят сообщений на экран в разных локалях, если, конечно, такие есть. И эта процедура как раз называется интернационализация, то есть оснащение программного продукта инструментарием для того, чтобы можно было его локализовать. А, собственно, локализация это как раз процесс перевода, то есть приходят переводчики, локализуют, да, переводят сообщения, перевисовывают картинки, ну и так дальше, и так дальше. Так что то, что мы с вами будем заниматься, это, скорее всего, в подавляющем большинстве интернационализация, а локализация, ну, как бы, будут у нас русские переводы сообщений, и хорошо. Вот в этом подходе, который называется интернационализация, то есть приведение исходного текста в состояние пригодного для локализации, есть грубо, очень грубо, два, две дисциплины различные. У каждого из этих дисциплин есть свои достоинства и свои недостатки. Первая дисциплина, она самая старая, заключается в том, чтобы вместо тех же самых сообщений, грубо говоря, выводить их номер. Просто вот, говорите, сообщение номер 100500. И это вас избавляет от необходимости писать сообщение на каком бы то ни было языке программирования, пускай люди, которые занимаются локализацией на английский, пишут сообщение на английском. Вы говорите, сообщение номер 100500. И это сильно упрощает вообще интернационализацию как таковую, потому что фактически это просто запрос к некоторой базе данных сообщений со словами, вот такая база, ты там сама разбирайся, какая у тебя локаль, выбери сообщение номер 100500, и я его сейчас выведу, расскажу мне, какого оно размера. Чем плох такой инструмент, особенно для открытых разработок, небольших, таких, в которых люди сами пишут то, чем потом сами пользуются. Понятное дело, что когда ты пишешь программу, был бы, которой ты сам пользуешься, очень хочется видеть на экране сообщение, которое эту программу выводит, а не номер 100500. Наизусть все номера сообщений, конечно, никто не помнит. Поэтому второй подход заключается в том, что вы пишете программу, в которой сообщение вводится на каком-то языке, а скорее всего на английском. И вот эти самые английские строки и являются идентификаторами сообщений. То есть, дальше вы составляете некий файл однозначного соответствия строки английской и той строки локализованной на том языке, на котором вы хотите выводить, которую вы будете выводить. В первом случае идентификатор сквозной по всем переводам, во втором случае идентификатором служит само сообщение. Чем плоха эта идея? Чем она хороша, понятна? Вы пишете все с обычным, обычную программу с обычной диагностикой на английском. Вот эта диагностика на английском является идентификатором. Чем плох этот подход? Ну, главным образом, когда у вас в зависимости от контекста одна и та же фраза, одно и то же слово надо переводить по-разному. Например, в write иногда надо записывать как сохранить, а иногда как сохраняем. Ну, вот что-нибудь в этом. Инструменты ограничения контекста, разумеется, во всех приличных инструментариях есть, но понятное дело, что ими надо еще заморачиваться, а без них вот эта проблема играет. С другой стороны, эта штука может сыграть роль некоторого такого как раз translation memory для бедных, когда у вас похожие сообщения из разных мест вашего проекта внезапно оказываются похожими, поэтому они предъявляются вам как фазы одинаковые и, возможно, в этом есть даже смысл. Вот такое блатологическое вступление. А теперь давайте посмотрим, займемся некоторым инструментарем. Значит, один из самых крупных и самых древних по совместительству проектов по интернационализации это Gnouget-текст. Вот, документация по нему обширная, реально большая. Вот, мы с вами попробуем еще раз воспользоваться шпаргалкой, то есть подготовленным примером с прошлого года. На этот раз, мне кажется, это пример нормальный. Вот, но прежде чем мы это сделаем, значит, что касается гид-текста. Значит, гид-текст устроен примерно следующим образом. Давайте мы отсюда выйдем, а сюда зайдем. Вот, гид-текст устроен примерно следующим образом. Мы берем наш проект, производим его первоначальную интернационализацию, когда к каждому сообщению текстовому приписывается специальная оборачиваемая функция. То есть каждый текстовый кусочек мы оборачиваем в некоторую функцию, которая сначала с этим сообщением сходит в базу соответствия английских сообщений локализованным, а потом, значит, вернет локализованным. Потом мы определим с помощью специальной утилиты, в каких файлах лежат такие обернутые сообщения. Потом сложим эти сообщения в один большой шаблон. Потом переведем, потом этот шаблон скомпилируем, а нашу программу таким образом модифицируем, чтобы она ходила к этому скомпилированному шаблону и из него эти сообщения брала. Зачем шаблон компилировать, я расскажу чуть позже. Так, ну что, значит, я предлагаю взять наши репозитории с примером, только не этот, это старый репозиторий, а у нас есть, ну, в смысле, к старой лекции, а у нас есть репозиторий к этой лекции, который называется SimpleGetText. Вот мы его сейчас склонируем и откатим куда-нибудь сильно назад, а потом будем по нему потихонечку двигаться. Так, 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 вот мы его склонируем сейчас. Это мои старые эксперименты, мы пока их переименуем. Вот. И подвинемся в то место, где у нас еще никакого, никакого GitText не было, а было просто, вот, а было просто какое-то приложение, какой-то HelloWord. Давайте мы у него посмотрим. Вот. Вот у нас есть прекрасная программа Ахилло. Ахилло она называется. В ней заранее тут уже есть, видите, задел для того, чтобы множественные формы тестировать. Вот. И к ней есть конфигуряк простейший. Вот, вот, вообще никакущий. И этот самый простейший, мой этот самый, мой файл, он тоже совершенно никакущий. Вот в таком наборе у нас уже программа собирается и работает. Видите, у нас даже SRC каталога нету. Все, вот, все чисто, живем прям так, как живем. Так, вот это все лишнее. Вот. Вот. Ну, как обычно, как обычно у нас вот эта вот кишка из постоянного пересоздания всех генератов. Напоминаю, что традиционно есть какая-то часть из этих генератов, которые таковыми не считаются. Мы, кстати, с этим сегодня тоже встретимся. Вот. Но для нас с вами, жителей нынешнего тысячелетия, все, что можно собрать из исходных текстов, является генератом. И поэтому вот все, что мы здесь видим, является генератом. Ну, вот у нас под конец сработал make. Да. Значит, мы сказали, что программа у нас называется Achillo. Вот она и называется Achillo и даже работает. Теперь, значит, мы двигаемся дальше и обмазываем, собственно, нашу программу гид-текстом. Давайте я посмотрю, что нужно для этого сделать. Ничего для этого не нужно сделать от слова вообще. Мы занимаемся сейчас, напоминаю, интернационализацией нашего исходного кода, чтобы он вообще работал, понимал про то, что существуют какие-то методы его локализации. Сначала мы добавляем в программу довольно много всяких инклюдников, но главная идея в чем? Ну, значит, нам нужно все вот эти сообщения, их тут два, обмазать специальной функцией, которая называется, собственно, гид-текст. И эта функция будет переводить эти сообщения с исходного языка на тот, на который мы скажем. Традиционно считается, не знаю зачем, но это действительно довольно частая традиция, определяется макрос подчеркиванием. Который вызывает эту функцию гид-текст. То есть, вызов функции гид-текст от стринг будет заменен на вот такую вот штуку. Сделается это для того, чтобы при локализации... Что тебе не нравится, солнце? Функция гид-текст неопределена. Сейчас будет определена. Делается это для того, чтобы вызов функции локализации как можно меньше мешал коду, в смысле чтению кода. Видите, мы как-то так вот, как-то так положили, и вроде и ничего. И почти что все как было раньше, что какое-то подчеркивание скобочка добавилось. Значит, тут я, с вашего позволения, перепишу из шпаргалки, потому что там надо сразу несколько вызывать. Локаль.h... Нет, сейчас я подумаю, где у нас гид-текст определен. В льбинтлан определен. О, точно. Вот. Но этого мало, потому что для того, чтобы вот эта штука вообще заработала, нам нужно определить две вещи. Нам нужно, во-первых, понять, в какой локале мы работаем. По умолчанию локаль запускается никакой, никакая. И поэтому первым делом надо вызвать функцию setLocal. Вот. Локаль. Которая проставит в текущем процессе ту локаль, которая по умолчанию заведена в системе. При этом, давайте почитаем, там надо, наверное, какой-нибудь локаль h. Да, вот. Локаль h нужно включить. При этом мы должны просто определить, что lc all, а в качестве локали по умолчанию можно написать null. Если мы в качестве локали по умолчанию напишем null, то она, как это сказать, установит то, что по умолчанию в системе. И этого мы и хотели. Значит, здесь вот include локаль h. Так, здесь вот setLocal.lc all, которая теперь у нас определена вот там в локале h. И, значит, null, я забыл, как пишется null по сейшному, а вот так он пишется. Это первое, что мы должны сделать. Несмотря на то, что здесь не написано utf, будет установлена локаль utf. Потому что она по умолчанию у нас тут. Второе, что мы должны сделать. Это мы должны запустить, проинициализировать саму подсистему перевода в getText. Вот. Которая состоит из двух частей. У нее есть понятие домен. Домен это, собственно, самоназвание того, кого мы перевозим. Почему не привязывать прямо, ну не знаю, к названию бинарника? Ну понятно, почему. Можем взять мы в команду сказать. И как бы штука, привязанная к названию бинарника, у нас отъедет. То есть фактически мы называем, скажем так, как будет называться под каталог с переводами. Вот это и есть домен. Еще один смысл слова домен как раз в том состоит, что у вас может быть в разных кусочках вашего проекта разные домены с разными переводами, которые, например, одно и то же перевозят по-разному. Вот. В общем, мы должны указать нашему движку getText, что... Во-первых, у нас текст домен... Домен называется... Ну, допустим, он называется Ахилло. Нет, Ахилло. Вот. А во-вторых, а на самом деле, во-первых, мы должны этот текст домен... Бинт текст домен... Вот так вот сказать, где лежат файлы для домена Ахилло. Ну, допустим, они лежат в каталоге ПО. Кстати, в примере он лежит не в каталоге ПО, так что тебе не нравится. Каталоги ПО, конечно. Вот. Во. Значит, getText устроен таким образом, что вот такая программа все равно заработает. Все равно заработает. Почему? Потому что он увидит, что никакого каталога ПО нет, никаких переводов там нету, ничего нету. Ну и окей. Значит, перевести эту строчку нельзя. И мы будем выводить эту строчку вне зависимости от локали. Давайте это проверим. Вот. Не вижу, кстати, чтобы она заработала. Давайте посмотрим, что я здесь не так сделал. Но такое ощущение, что чего-то здесь не хватает. Она не ходит пока к нашему домену. Я не вижу слова ПО. По-хорошему должно было туда ходить. Ну ладно. Все равно пока работать оно не должно, пока мы все это не сделаем, не будет этого ПО в наличии вот этого всего. Для нас с вами главное что? Для нас с вами главное то, что эта программа скомпилировалась и работает, несмотря на то, что... То есть она вызывает функцию. Давайте вот еще тресим пару попробуем. Во! 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 Что она вызывает всю структуру геттекста. Вот. И ходит с переводами, за переводами куда-то, только этого куда-то не случается. Ну не случается и не случается. Давайте мы это... Ща. Что мы сделали? Мы отредактировали... Мы отредактировали Hello. Да-да-да, Eltrace. А я уже посмотрел. Давайте еще, знаете, что сделаем? Давайте запустим AutoScan. Во! И он говорит, смотрите, у вас не хватает функции setLockail проверки, что она есть, и не хватает проверки на вот этих двух хедерах. Отлично! Сейчас добавим. Так. Сейчас. Только это не... Это вот конфигурит точка scan. Во! Во! Вот это вот, вот это надо добавить. Вот. Сейчас. Давайте сделаем так. Конфигурит точка scan. И конфигурят. Во! Значит... Ой. Зачем я сказал V? У меня же есть прекрасный алиас. Вот. Вот это check headers, который бы неплохо, значит, ему теперь вставить. И... Где-то еще был... Check library. Check function. Лаки. Вот. Значит, это мы что и сделали? Это мы commit. Это мы поправили точке c-far. Значит, что дальше нам следует сделать? Дальше нам, наверное, следует создать стартовый шаблон перевода. То есть, мы теперь хотим... О, ПО удалился. Ну, ладно. Создадим мы этот ПО. Там пока ничего нет. Мы хотим... О, или я даже не создавал. Мы хотим найти все переводы... Давайте я буду в текущем каталоге, чтобы со шпаргалкой не... Все строчки, которые требуют перевода. Давайте попробуем так. XGitText. Для этого нам понадобится функция... Утилита XGitText, которая ровно этим и занимается, что выковыривает все строчки, которые требуют перевода, из всех файлов исходных, которые мы ей укажем. Значит, ей надо сказать, что мы... Давайте скажем минус-минус help. Минус-минус keyword. Ей надо сказать, что... Что мы переименовали нашу функцию в подчеркивание. Ну, вот. Вот как-то так. Что файл у нас кажется сишный. Это минус-с. А, нет. Откоменс. Хорошо. Скажем минус-минус откоменс. Это, правда, длинные операции. Можно было короткими обойтись. Вот. Ну, и, собственно, откуда мы их собираем? Вот. Значит, вот у нас результат работы. Записан в файл messages.po. Давайте на него посмотрим. Что мы перед собой видим? Мы перед собой видим такой шаблон для перевода. Видите, в нем даже есть специальные места, где надо там указывать, кто, когда, на какой язык. Вот. И, что важно, в нем в специальном формате хранятся... Давайте мы его посмотрим. Вим имеет этот формат. В нем специ... Вот видите, он в желтом разметил те места, которым нам нужно заполнить. И в нем в специальном формате хранятся указания того, какие строки мы... Вот этой функции подчеркивания, которую мы... Которую мы... С помощью которой мы сказали xgettextу найти все, что надо. xgettext... Я тебя запускал. Во, вот. Вот здесь мы сказали подчеркивание, это твоя функция. Так вот, значит, все эти строки, которые были обернуты этой функцией, прилезли вот сюда, в этот шаблон перевода. msgid – исходная строка, msgstr – то, во что мы будем переводить. Значит, перед нами шаблон. Он фактически генерат. Мы его потом будем перегенерировать каждый раз. На основании этого шаблона надо сделать первичный перевод. Значит, для этого мы говорим, что... Давайте посмотрим. Здесь нету. Давайте в методичку заглянем. Методичку. Это вот как раз то, что мы сейчас сделали. Вот. Здесь, кстати, в примере хранится все в подкаталоге ПО. Наверное, нам тоже стоит так сделать. Хотя нет, давайте пока оставим как есть. Вот. Это мы уже сделали. Мы вынули шаблон. Вот. И сейчас мы, значит, на основании этого шаблона сгенерируем первичный перевод на русский язык. Вот он. Значит, здесь видите, какая предполагается система каталогов? Что есть подкаталог ПО, а в нем подкаталог, связанный с языком. А в нем уже результат. Ну, не знаю, насколько нам это интересно. Давайте мы прям руками все сделаем, чтобы как бы все рядом лежало. Потом я расскажу под конец. Или не расскажу под конец, и вы посмотрите в репозитории с примерами, как это делается. Значит, итак, MSG-ENIT. MSG-ENIT – это первоначальное создание пустого перевода на какой-то там язык. MSG-ENIT. Давайте смотреть. Минус-минус input. Hello.pot. Минус-минус input. Минус и. Messages.po. Минус о. Минус локель, естественно. Минус-минус локель. А, кстати, давайте посмотрим, как там минус-минус локель. Минус-л, конечно. Минус-л утф-8. Так. И кажется, все. Минус-минус и минус-минус ру.по. Ага. Мы не отрезактировали шаблон. Видите, он теперь начинает нас спрашивать. Спрашивать в вашем шаблоне, который, Messages.po, не написан, кто переводит. Окей. Ну, в общем, надо было в Messages.po, еще вписать, что я автор. Ну, я и забыл это сделать. Ну, да ладно. Это не так страшно. Можно было, наверное, когда мы делали вот здесь x-git-text, можно было попробовать, кстати, этого автора сразу указать. Ну-ка. О! Давайте попробуем. Интересно же. Та-да-дам. Теперь удаляем rup.io и делаем его еще раз. Нет, все равно спросил. Ну, ладно. Бог с ним тогда. Имиджер сет является непереносимым названием кодировки. А что здесь не так? Сейчас, погодите. Вот это уже неправильно. Давайте посмотрим на rupo. Нет, все вроде нормально. Только версию еще надо было указать. георгия. 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 Минус-минус версия равняется 0.0. Нет, Мерша. Ну ладно. Все, создали. На самом деле, это однократная операция. Мы сейчас больше ее трогать не будем. Вот. Вот это уже шаблон русского перевода, в котором указано в черсе тут F8. language.ru, вот. Да? То есть все. И некая формула для представления множественной формы, но мы пока ее не трогаем. Вот. Вот этот вот сгенерированный нами уже перевод, он является уже не генератом, он уже является как бы хранимым файлом, потому что вот сюда вот вписываются, собственно, переводы. Это перевод Hello World, а это вот... Так. Что тебе не нравится? А! Он нашел, что... Я забыл бы слэш N в конце, смотрите. Хе! Умная? Вот. Обратите внимание вот на эту штуку. Вообще, GitText очень любят значащие комментарии. То есть, с одной стороны, на решеточку у нас начинаются комментарии, а с другой стороны, например, вот здесь вот есть запятая C формат. Вот это запятая C формат это команда нашему GitText о том, что в этой строчке встречаются встречаются символы форматирования. Спасибо, Александр. Встречаются символы форматирования. Вот. характерные для C-Snow Print 20. Это важный комментарий. Он не является комментарием, он управляющий. Еще вот эта самая наша опция Include Comments всосала из исходников комментарии, которые стояли перед этой строчкой. Ну, так, наверное, переводить проще. Во! И это значит, мы создали текст с переводом. Так. А, собственно, все. Давайте посмотрим, как это работает. Давайте посмотрим, как это работает. Значит, единственное, что мне не нравится, что у нас тут здесь вот он в ПО хранится. Давайте мы все-таки в ПО положим, рискнем. Значит, что нам нужно положить туда? Туда нужно положить ru.po. В ПО. Вот. Так. Сейчас, что у нас должно произойти? Сейчас, сейчас давайте все-таки, я вот думаю, вот этот горшочек, он, кстати, называется, его на самом деле настоящее название вот этой штуки, он должен называться что-то точка под. Вот, это типа, по этим пленит. Но, я вот не вижу правильного способа это делать. У нас есть msgnit, пускай этот самый, вот, xgettext, пускай он и работает. Окей. Давайте мы добавим тогда вот это, чтобы оно не пропадало. И пока больше ничего. Значит, вот эту последовательность, которую мы изначально проделали, да, msgnit, она, поскольку одноразовая, ее каждый раз делать не надо, добавлять ее никуда не надо. Мы создали шаблон перевода, пускай он будет. Что у нас сейчас творится с нашим гитом? У нас есть новый файл с переводами, и он лежит в каталоге ПО, называется ru.po, неправильно он называется. Ну ладно, сейчас все придумаем. Давайте сначала соберем нашу программку. Мне не нравится, что она не ходит к... Мне не нравится, не пытается открыть, не пытается открыть файл. Ну ладно, в любом случае мы сейчас ее попытаемся собрать, а там будет видно. Да, на самом деле мы одну вещь не сделали. Как я уже говорил, проект, который обмазан гитекстом, ходит не к вот этому текстному файлу, а к скомпилированному. Вот. Значит, для этого нужно сказать msg.fmt, msg.fmt, что у нас там в подсказке. А вот вот, да, значит, msg.fmt-o. Это должно называться ахилло. А, нет, сейчас. mkdir.ru. Мкодир. Вот не знаю. Ну ладно, давайте пока так, мы ее самаратируем, потом подложим в нужное место. msg.fmt. msg.fmt-o, ну скажем, ru.mo минус i ru.po. Неверный ключ минус i. Вот этот румо, этот бинарный файл румо, это и есть то, что мы подсовываем нашей программе вот в том месте, где она хочет. Вопрос, где она хочет, потому что я пока не очень понимаю, почему она не ходит к этой штуке у вас. Но сейчас, сейчас мы это дело исследуем. Так, давайте я посмотрю, что там дальше идет в шпаргалке. Шпаргалке тут ничего интересного. Ладно. Пробуем дальше. Так, вот это я все сделал. Ладно, не понимаю. Но сейчас попробуем, попробуем разобраться. Значит, мне не нравится, что эта программа, которую мы скомпилировали, никак не ходит, не пытается открыть свою локализацию, да, вот. А, может быть, надо все-таки создать, она же должна где искать? Она должна искать в, сейчас. Значит, охилу точка ц, бинтекст домейн в каталоге по, каталог по имеется, а должна быть там какая-то хитрая хитрость, там должно быть по, рулз, месседжи, сейчас я погляжу, это, это такое довольно извращенное место. вот, по, дальше у нас идет, ру, дальше у нас идет, lc, месседжи, мы переводим именно эту часть, вот, и дальше оно называться должно, все, собственно, ну, только минус п, и должно оно называться, cp, ru.mo, вот туда, вот, оно должноаться, ahello.mo, вот, так, значит, пробуем, не работает, какой-то я ключик пропустил, сейчас посмотрим какой, а просто не ходит туда, давайте смотреть методичку, что я сделал неправильно, так, set local, bin text domain, text domain, все хорошо, msg.fmt, скомпилированный файл, есть такой, вот, msg.mg сделали, возможно, там lc-messages, не минуту, это что-то никуда не посмотрел, что-то я туплю, да, возможно, давайте посмотрим, спасибо, мне кажется, что там должен быть нул, но может быть вы правы, давайте посмотрим в примере, в пример, да, возможно, я с нул, с нул, поторопился, да, так, ну, во-первых, давайте посмотрим, как она работает во спасибо дорогой спасибо александр вы меня спасли действительно тупежа вот вот она где вы ищет вот сейчас мы это место создадим так у нас нету скомпилированного файл давайте его скомпилируем msg fmt минус о вот туда вот по ру lc messages ахило точкам у ну и соответственно почему так длинно длинно потому что ну да соответственно есть я сейчас перегружу перегружу lc он понятное дело вот да почему так длинно потому что у нас есть как мы говорили говорили самого начала лекции очень много разных параметров локализации и сейчас мы работаем только с месседжами мы из всего гид текста используем только собственно гид текст гид текст это параметр lc messages у нас может быть много языков поэтому путь к конкретному переводу называется ру слэш lc messages вот ну а дальше домен у нас называется ахило вот она домена хило действительно зачем это мнул написал я не знаю вот окей давайте мы сейчас это приведем к некоторому к некоторому статусу да значит что может быть сделать может быть сделать сразу компилятор в смысле заложить куда-нибудь вот сюда вот и сделать там сделать там мы файлы им да что мы хотим мы хотим сделать компилятор этот самый мы хотим сделать файл по ру ру я сказал а я наверно скопипастить можно во да жух и этот самый мсгфмт вот его то мы и сделаем только не так во первых он содержится из файла ру по во во вторых вот здесь вот у нас просто доллар вот а здесь будет соответственно доллар таргет доллар таргет и еще наверное надо сделать мкадир минус п вот эту фигню а то фиг знает кто ее за нас будет делать так значит сейчас я точно скажу я кажется что-то лишнее ударил а нет не удалился нормально так это чтобы нам было легче делать мы есть легче делать вот ту фигню а еще надо наверно вписать его куда-нибудь чтобы он создавал типа сказать ему что пкг дата дата поравняется вот это вот вот это вот хри тогда он будет знать что ее надо создавать врач что у нас есть некоторые данные которые мы должны замыкать по ходу чё пробуем так теперь надо вот туда еще сказать что у нас садирс садирс этот самый по вот и вот сюда надо сказать что у нас есть еще один мэйк файл по слышь мы кажется я на этом все попробуем попробуем с этим всем взлететь комит если нет будем делать вручную но мне кажется должно быть вот пока когда-то дерзим дефонит ну я так не играю ладно пока удаляем пока удаляем так ну хорошо давайте мы как бы это работает спасибо александр еще раз просто вы внимательны и да ву смотрите она даже сразу из коробки работает шикарно значит поехали дальше значит теперь у нас возникла вот какая проблема проблема состоит в том что мы конечно все хорошо написали все очень клево но привет один миров пример два миров привет три миров это не то что мы хотели от этой жизни вот и вторая проблема стоит в том что мы пока еще не научились мы пока еще не научились не создавать все с нуля обновлять а с обновлением есть несколько интересных гитик таких вот штук которые мы сейчас и посмотрим предположим мы поменяли поменяли наш наш ахилло вот ну ну не знаю но написали вот здесь вот запятую а здесь написали выписать не знал и здесь написали восклицательный знак поменяли вообще говоря перевод отъехал если мы сейчас скомпилируем нашу программу получится вот что никаких русских миров почему потому что соответствия между теми строчками которые мы приносим в муа файл и тем что там лежит просто нет нам что нужно сделать нам нужно заново сгенерить шаблон это сейчас скажу мсг чего-то там заново сгенерить шаблон который под который месяц по в нашем случае назывался но можно вот вот x get текст да сейчас могут вот прям отсюда стырим этот строчку минус о о слэш ну господи это вообще не важно как он называется этот генерат под вынули посмотрим как он теперь выглядит вот видите в нашем шаблоне перегенерированным вот этой команды теперь другие команды по обновлению ну господи прости другие строчки которые думаю вперед другие строчки которые мы должны переводить теперь наша задача слить эти два ой слушайте давайте вот что сделаем давайте мы одну из строчек извините я хочу чтобы пример был более 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 наглядный давайте одну из этих строчек менять не будем ну допустим вот эту менять не будет извините вот значит мы теперь знаем что вот это изменил сейчас вот эта строчка изменилась а вот эта строчка не изменилась против того что было раньше теперь мы должны обновить обновить наш перевод не не за не 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 надо дифом смотреть есть специальная железяка который не просто обновляет перевод вы сейчас сами увидите во вот она есть специальная железяка который называется мсг-мерш с ключом минус апдейт ей надо указать старый перевод и новый шаблон тогда на основании этих двух этих двух файлов она сделает новый файл давайте это попробуем она за этим мсг-мерш давайте мы ее до нее домотаем чтобы можно было копипастить или по крайней мере читать ну-ка ну-ка вот мсг-мерш минуса минус апдейт сначала у нее идет старый перевод потом у нее идет новый шаблон новый горшок жух минус 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 большой по дырец вот давайте посмотрим что произошло в этом ахиллопоте нет там то ничего не произошло в этом самом нашем переводе опа смотрите что произошло наше измененное сообщение вот она никуда не делась но пометилась как фазе если бы вот эта строчка окончательно исчезла из исходника вот эта штука бы ушла в комментарии и никто не удалил потому что это память переводов мы когда-то переводили эту строку так почему бы это не запомнить на будущее но умный гиттекст сказал слушайте вас очень похожая строка есть но это не та строка вы уж как-нибудь сами тут переведите она это или не она и результате к нам приехала одно чисто переведенное сообщение и одно сообщение типа фазе сообщение типа фазе на самом деле в перевод не попадают считайте что она закомментирована просто это быстрее править если вдруг мы решили что до перевод хороший годный да сейчас прямо сейчас попробуем как это работает о видите сообщение типа фазе не перевелось а вот это вот штука переводится потому что мы ее не правили еще так александр спрашивает что наверху за пустая строка это где наверху а вот это пустая строка пустая строка это начало шаблона то есть вот вот это все вот то что строка пустая означает что начинается шаблон вот так же это выглядит и в этом самом же ну короче от везде так просто как определить где внутри нашего текста с переводами корпуса переводов собственно мета данные очень просто перевод пустой строки да 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 я вижу я уже ответил для того чтобы перевести вот эту фигню достаточно просто удалить фазе давайте мы сделаем так да значит мы баба все перевелось теперь давайте мы поправим вторую часть до нас тоже должен быть восклицательный знак пробуем теперь не перевелась вторая часть делаем снова xbit текст перегенерируем наш шаблон вот он горшочек делаем apd мерч перегенерируем наш перевод сначала старый потом новый шаблон смотрим в перевод нет это не перевод смотрим в перевод теперь этим фазе мы пометились пометился вторая строчка ну сейчас мы скажем не не это хорошая годная строчка вот не знаю надо ли приводить пример ситуации когда мы закомментировали некоторую время так удалили некоторую строку и в результате вам перевод останется но будет закомментирован и опущен в подвал верьте что так происходит это называется translation memory он туда заглядывает когда подыскивает под фазе вариант вот если например вы удалили строчку обновили перевод это закомментировалась уехала вниз потом вы подумали подумали вернули эту строчку обратно перевод к ней вернется имейте это ввиду ну вот кажется так вот она все и работает вот давайте мы тогда это дело за за комитем вот это кстати я зря положил гид она там это генерат его не надо не надо там хранить вас вас это генерат моффайл это генерат так вот теперь мы возвращаемся значит ну вроде бы научились обновлять правда это надо еще в майк файла им конечно добавить давайте мы попробуем это сделать так вот это да ру точка по от чего она зависит от с от ахилло 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 точка си только он лежит в вот тут так что для этого нужно сделать вот это у нас входной файл перегенерить под и мы с гамер так только здесь не было потому что мы сами находимся каталоге по его здесь не было ну короче вот так и это у нас так вот доллар доллар таргет вот вот в таком виде мне кажется должно обновление работать будем тестировать или фиксим а мы еще мы его еще потестируем потому что у нас сейчас как раз плюрелс на 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 поездке дня очень хорошо вот окей значит теперь возвращаемся к проблеме которая стоит в том что наша программа пока что не различает число 1 2 3 4 5 много вот и работает вот так 0 миров один миров два миров три миров четыре миров 5 надо было еще оставить потому что пять миров пять миров шесть миров вот вот даже вот так пускай будет даже допожу так пуск а не ну да вот вот все 0 1 2 3 4 5 6 5 6 это во первых да значит что нам нужно сделать нам нужно каким-то образом дать понять программе что у нее вообще говоря даже на английском языке есть две формы единичные множественные этой штукой заведует фигня которая называется n get текст вот и ей надо просто передавать так но это программ а мне функция нужен ну хорошо а что будет если я обман почитаю ща ну-ка вот вот извините да вот значит нам нужна функция n get текст у которой три параметра да 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 спасибо у которой три параметра собственно идентификатор его множественный вариант и это самое число которые под основание которого мы должны выбирать это множественный вариант или единственный вариант вот ну казалось бы ну хорошо все круто же да смотрите давайте так сделаем вызовем здесь вместо подчеркивания n get текст и скажем ему 0 world и значит да вот здесь напишем n get текст вот это место чайди и это плюрал ну ладно запускай будет маленькая и это собственно и вот так давайте проверим как это работает сначала сначала мэйк о шикарняк значит ноль миров один мир два миров три миров ну в общем и так далее правда смотрите у нас уехали все переводы к чертям собачьим ни один из них не приехал обратно значит так где-то у нас плюралс хочу плюра 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 давайте посмотрим давайте посмотрим что нужно сказать фишному файлу для того чтобы этот плюра для русского тоже заработал там надо если мне не изменяет память она возможно мне изменяет но я хочу посмотреть там нужно еще этот ангит текст тоже зарегистрировать вообще-то нет не нужно очень хорошо я рад за него не нужно его регистрировать ладно а что нужно а давайте попробуем что у нас тут есть у нас же есть выковырил к новая да 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 мы же мы же сделали автомат который при обновлении сишного файла перегенерирует перевод вот он фазе смотрите вся вся фигня у нас перед нами этот перевод помечен фазе обратите внимание на то что движок геттекст в курсе что по русскому языке 3 plural формы вот эта формула если в нее внимательно посмотреть это такая формула похожая на сишную в которой написано что если остаток отделения на 10 равен единице остаток отделения на 100 не равен 11 ну короче да ну просто 11 миров 21 мир 31 11 миров 11 это другая форма вот значит короче вот если вы знаете сию то эту формулу вы можете разобрать и понять что действительно это очень похоже на правду все что нам нужно сделать это написать что будет для одного миров для 2 2 мира 3 мира 4 мира 5 миров до 2 3 мира ну и соответственно 56 миров всех остальных миров сколько угодно давайте вот давайте еще знаете что ради интереса вот сюда вот впишем она у нас тут уже редактируется пишем ничего не будем вписывать и так хорошо и так хорошо живется пробуем перегенерил он нам в этот самый сделан из мерш должен был мсгфмт сделал так что не так а фазе забыли убрать все хорошо на фазе мы забыли убрать молодцы обратите внимание фазе убирать надо оси формат убирать не надо в этой строчке есть сишные в этой строчке есть сишные комиссии символы тогда победа налицо что мы сделали мы взяли и поправили поправили нашу нашу программу таким образом чтобы вот таким образом чтобы она нормально работала нормально работала создать так красиво нормально работала с plural forms в английском языке а n get text нам предоставил решение для русского языка это решение мы видели собственной глазками она там заэнкодены в шаблоне в русском переводе который не шаблон а уже финальный кстати сказать вот я тут перенес строку чтобы что что при этом изменится интересно мне сказать ничего не изменилось все хорошо вот мы можем попробовать у нас есть еще целых 10 минут мы можем попробовать пойти в 2 строго в две стороны первая сторона попытаться все это перефигачить с использование авто тулс мне кажется что поскольку это однократное такое действие и поскольку все это с используем авто тулс работает так вы спрашиваете дорогой быпку вопросы никуда не деваются спрашивайте конечно поскольку это однократные действия поскольку она работает я это буквально сделал сегодня вот она да то мне кажется что проще посмотреть на то какие изменения были сделаны с этим проектом чтобы он работал из-под авто тулс идея состоит в том что там в этом авто тусе давайте прям посмотрим мы добавляем собственно использование текста прямо внутрь авто тулса там приезжает большое количество макросов и приближает приезжает огромный пакет который называется intel tools in internationalization tools который в том числе умеет и в get текст значит мы говорим что мы используем get текст мы говорим что переводы прямо в get тексте лежат мы говорим специальную версию вот а еще мы определяем специальную переменную get text package которая будет использоваться для названия домена собственно вот это вот название домена и она говорим оцессов чтобы она приехала туда в мэйк файл что еще мы делаем вместо мэйк файл . по мэйк файл . м мы мы его удаляем потому что теперь у нас весь под каталог по будет исключительно управляться генератами вот которые будут генерироваться поэтому самому по вот этому принципу вот вот все удаляем оттуда соответственно вот этот get текст домен нам приезжает в конфиг аж вот мы указываем что локаль диль локаль пас лежит локаль дир вот и мы указываем короче все наши прибитые гвоздиками ахиллой все остальное превращаются в красивые четкие переменные локаль пас это где у нас лежит где мы скажем у нас лежит локализация и пакет это название нашего пакета собственно в остальном все да вот вот здесь мы убираем по он говорим что теперь вообще ничего не нужно потому что локаль пас нам приезжает отдельно вот отсюда вот и все начинает работать я оставлю этот кусочек на лекцию посвященную дипломенту потому что главная фишка зачем нужно это делать это чтобы у вас четко указан был место куда ставится бинарники и четко указано было место где лежат переводы и соответственно до тех пор пока мы этим не занимаемся у нас и так все хорошо работает так что мы к этому примеру еще вернемся а у нас есть пять минут на то чтобы попытаться я еще этого ни разу не делал попытаться в русском переводе убрать единицу случае если это мир н 2 единицы и отравниваем попробуем так и он равно одиницы пент 4 двое дача а слишком длинные у у нас ругается и говорит не у них говорит нехороший плюру плюру фонс натурал с 3 and plurals 3 and plurals 3 а то должно быть 4 да ну хорошо он говорит что тут что-то какая-то ошибка возможно я не это самое не готов сейчас ну смотрите понятное дело что можно вопрос в том как вы это носи напишите так то чего все можно вставить у вас же есть несколько доменов вы можете этот домен переключать вы можете сказать что у вас домен сейчас другой вот и переводить в него можно что-то мне не понравилось так ну хорошо боюсь что нет боюсь что мы мы не сможем так сделать не сможем так сделать несмотря на то что здесь все написано нет 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 александр речь идет смотрите условия значение иначе условия значение иначе 2 вот да то есть идея в том что такой условный оператор если 1 то 4 если вот эта формула то 0 если вот иначе если вот эта формула то в общем вот но похоже что нет похоже что то не получается у нас по множество имеет неправильный индекс короче нет нет жалость состоит в том ой да не 4 а 3 3 ну вот нет я под это все равно один короче нет какая фигня давайте вернем как был нет сейчас погодите как это может быть все еще не так а во первых вот тут вот во вторых нет что-то все равно не так я равно единицу n4 а а и она равно единицы во право не так а вот так вот ну все равно не работает а жалко я но может быть тут еще не все давайте попробуем ну интересно же никогда этого не сделала не работает ну не знаю что делать а жалко а ты какой 4 ты господи прости есть осталось посмотреть как принтефе в принтефе пропускать параметр кто помнит александр может вы помните мне мне нужно чтобы это процент д было но не выводилась чтобы нас кушевал твова нет я забыл как как вот процент звездочка да точно вы правы чё прям прям разбирается сейчас посмотрим ну похоже да похоже сейчас ощущать сейчас он прям ровнется 2 мир ну короче нет 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 забыл а жалко уперся в какую-то совершенно вот да так то она работает вот 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 осталось тут всего ничего я конечно могу понадеяться на то что принтеф вот его можно просто убрать проблема в том что это нехорошо мы передаем принтефу больше параметров чем он потом возвращает хорошо что там это костыль да потому что хорошо что в этом месте у нас просто уничтожается фрейм этот факт что мы один из параметров не считали никого не волнует но вообще это нехорошо надо почитать man по принтефу и посмотреть как зажирать но не выводить параметр процент звездочка же нет нет слушайте ладно давайте последний эксперимент поставим нет не процент звездочка после давайте эксперимента не ставить у нас заработало я посмотрю в потом посмотрю как это можно сделать еще круче но существую более аккуратно даму костылька работает смотрите какая какая радость вот все давайте свои вопросы а то мы уже время ты у нас вышло уже пять минут как мы экспериментируем с четырьмя форм форм формами plural давайте я погляжу на пока вы там задаете вопросы на то что я не сказал значит как уже говорилось авто туз можно применять и мы с вами даже смотрели как примерно устроено можете посмотреть вам просто глазками для того чтобы автоматизировать перевод потому что когда у вас периодов много файлов с ними тоже много все вот эти ручные наши греб и какие-то вот эти вот все эти мерзи вот это все ними вот короче все это начинает быть утомительно много файлов много этих самых все эти зависимости руками вбивать а тут авто тузова сделать это сам точнее интелтул под руководством авто тузов второе в цимы ики и в мизоне есть поддержка текста так что если вы будете решать свое домашнее задание с помощью этих фреймворков у вас все получится домашнее задание я пока что закомментировал потому что там был за домашнее задание из плана прошлогодние лекции вот я думаю над тем чтобы обман обмазать локализации предыдущую программу я надо посмотреть есть там хотя бы одно сообщение на английском языке и если есть вот его то мы локализуем вот поскольку вопросов никто не задал видимо тогда всем спасибо вот следующий раз у нас документирование в первую очередь выгонка кода для технического кода для технической документации ну и всякие маны шманы вот это все все тогда всем спасибо и до новых встреч